Мне сначала одна нога отказала, я оставить умел. А потом нет. Потом вторая тоже отказала. Врачи, которые не верят в чудеса, а только в науку, говорят, с этой болезнью можно прожить максимум 20 лет. Но 12-летний мальчик из Комсомольска на Амуре Никита Мартынов знает не только о своем страшном диагнозе, но и о том, что даже самые умные взрослые иногда ошибаются. У меня первая мечта – начать ходить. А вторая мечта – я когда вырасту, я хочу машины создавать и продавать. Его мечты оберегает мама. Смогла сохранить их даже два года назад, когда сын понял, больше не сможет сам пойти на прогулку и самостоятельно вернуться домой. А эта фотография была сделана еще раньше. В то время, когда семья даже названия такого не знала. Мышечная дистрофия Дюшена – редкое генетическое заболевание. Она примерно начала проявляться в три года. Стал падать на ровном месте, спотыкаться, по лестницам плохо поднимался. Тяжело. И как бы с каждым годом все хуже и хуже становилось. Больше не тянутся ноги. Вся семья работает на то, чтобы затормозить процесс разрушения мышечной ткани. Папа в две смены. Он сейчас на службе. Уже отправлял сына на курсы реабилитации за границу. Покупал билеты, чтобы добраться в другой город к российским врачам, которые недавно сделали Никите операцию. На то, что кроме родных людей его постоянно окружают люди в белых халатах, мальчик не жалуется. Очень надеется на них. Я жду, когда ученые создадут лекарство, чтобы меня вылечить. Ждут и родители помощи. Никите сейчас очень нужен вертикализатор. Дорогостоящий тренажер, в котором мальчик смог бы стоять на ногах, несмотря на мышечную слабость. Такая зарядка, если ее проводить по нескольку раз в день, способна задержать болезнь. Татьяна Баснина, Роман Матвеев, Вести Хабаровск.